В пятницу 24 марта состояло заседание экспертного совета по общественно-политическим и одноконфессиональным вопросам при Казанском федеральном университете. Цель вот этих встреч это, собственно, чтобы в ходе дискуссии родилась собственная мысль, оригинальная мысль, что делать дальше, как оценивать ситуацию. Есть различные методики оценки ситуации, есть модели дальнейшего развития. Вот это вот очень важно и не случайно, что это Казанский университет, потому что университет, любая площадка университетская, не только в Казани, в других городах у нас всегда считается наиболее приемлемой площадкой, где могут встретиться люди различных взглядов, открыто эти взгляды высказывать. Представители научно-экспертного сообщества, специалисты в сфере общественно-политического развития, реализации государственной национальной политики, конфессиональных отношений обсудили итоги социологических исследований, проведенных в первом квартале 2017 года. Хотел отметить, что сегодняшнее заседание, оно такое знаковое с точки зрения того, что будет обсуждаться фактически итоги работы, или вернее, итоги исследований, научных исследований в 2016 году, или фактически первый квартал уже 2017 года. Актуальность всей этой большой работы с точки зрения уровня государственной власти очень велика, потому что мы, прежде всего, держим руку на пульсе и понимаем, что происходит в этой национальной сфере, в сфере общественно-политических отношений, и, безусловно, предложения, те изыскания, которые проводят ученые, дают рекомендации, мы их используем в работе. Со своими докладами в этот день выступили ответственный секретарь экспертного совета Андрей Большаков и заместитель председателя Центра по изучению экстремизма, дискриминации и ксенофобии Татьяна Читова. Выступление Андрея Большакова было посвящено вопросам социального самочувствия и отношению татарстанцев к основным общественно-политическим тенденциям по итогам межеквартального мониторинга, проведенного в марте 2017 года. Доклад Татьяны Читовой был основан на оценке общественного мнения о межэтнической ситуации и ситуации в религиозной сфере в республике Татарстан. После обсуждения выступлений члены экспертного совета договорились в рабочем порядке направить свои рекомендации к итогу моего доклада по исследованию 2016 года, а также сформулировать предложения научно-методического характера для уточнения методики исследований и практического применения их результатов. Диана Шилова, Леонард Влитяров, Универньюс.